Меня привлек рассказ Дениса тем, что появилась возможность проведения экспериментов в совершенно новых условиях, в условиях, приближенных к условиям в космосе. И также это позволяет морально приблизиться к космосу, то есть как бы побывать там. Я собираюсь запустить в космос детектор иронизирующего излучения для построения зависимости радиации, количество радиации от высоты. Также я предлагаю запустить в космос газоанализатор для обнаружения, на какой высоте находится озоновый слой. Такие эксперименты самостоятельно очень затруднительно сделать. Также для школьников важно не то, что учитель говорит, им важно увидеть своими глазами, что происходит, увидеть вот эту вот всю зависимость состава атмосферы, от высоты, которую получили они своим опытным путем. Ну, лекция мне понравилась тем, что я на самом деле тоже увлекаюсь космосом в какой-то степени. И мне очень интересно работать с различными аппаратами, которые мы можем вывести в космос и исследовать с помощью них. В принципе, этот эксперимент представляет собой своеобразную работу и, в принципе, интересно поучаствовать в таком действии. Я думаю, что я все-таки посмотрю на растения, то есть, может быть, какие-то семена и прорастут ли они после того, как побывают в температуре минус 70. На самом деле, я хочу связать свою жизнь именно с физикой. И я думаю, что, ну, космос мне очень нравится давно. И то есть, мне интересно это достаточно. Строение небесных тел, ну, то есть, даже, может быть, что-нибудь посмотреть с темной материей. Вот. Ну, и, в принципе, это интересно, как, как вообще устроен космос. Ну, вообще, это уникальный шанс, интересная идея и очень интересны все. Я думаю, половина из тех, кто был на лекции, по крайней мере, заинтересовались и предложили свои идеи. Во-первых, я хотела бы проверить, как какие-то вот семена, может быть. Можно бактерии тоже запустить, там, целые пробы, просмотреть, как они будут себя вести. Это тоже было бы интересно, именно с биологической точки зрения. Потому что бактерии, они как вот, они устойчивее всего. То есть, можно наблюдать в космосе за тем, как... И говорят, что космонавты, например, когда летают в космос, у них бактерии выживают. И даже вот в космосе активнее идет размножение бактерий. Поэтому я хотела посмотреть именно бактерии, потому что они наиболее устойчивые. А вот, например, если запустить какую-нибудь мышь, она там, понятно, замерзнет сразу. Меня очень это заинтересовало, так как очень будет интересно посмотреть на то, как будет себя вести в той или иной ситуации, какое-либо вещество или механизм. Я собираюсь запустить, первое, это посмотреть, изменится ли спектр какого-то вещества с ростом высоты. Еще бы хотелось посмотреть излучение разных радиационных веществ, таких как уран и радий. Очень интересно посмотреть. Ну, я планирую поступить там, не знаю, какой-нибудь физический факультет или что-то подобное, проучиться там и дальше уже по обстоятельствам. Вообще хотелось бы проверить, вот как будет вести себя звуковая волна на таких, ну, с таким вот давлением, ну, не сколько с давлением, а сколько с количеством, конечно, связанным. Ну, вот, интересно было бы посмотреть. Ну, также, естественно, посмотреть, как будут вести себя живые организмы в таких условиях. Ну, вот такие вот виды. Оборудования не хватает, у нас школьного именно. А в институтах, я думаю, ну, я уверен, что оно есть. Я видел, был. У нас много заинтересованных, которые ходят на практику, на уроки. А когда будет такая возможность, то, ну, не только те, которые сейчас ходят со всей школы, я думаю. Физик – это, ну, не только вещь на бумаге, когда там задачки какие-нибудь решаешь, ну, решение задачки. А также это непосредственно явления природные какие-то, которые хотелось бы посмотреть. Ну, не всегда даже в обычной жизни встречаешься с ними. А тут в лабораторных условиях можно все, ну, воспроизвести. Продолжение следует...